Здравствуйте! С вами снова программа «Бизнес-курс» и я ее ведущий Алексей Коваленко. Безусловно, главной экономической темой февраля стал российский экономический форум, который проходил в Сочи. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть рабочий дневник форума, а более подробно о работе кубанской делегации и в частности о том, что удалось достичь краснодарской делегации, подробнее расскажем в следующей программе, когда с форума приедет моя коллега Яна Бузычкина. Вообще, экспозиция нашего края вызвала небывалый интерес. О том, как будет развиваться Кубань в ближайшие десятилетия, говорили уже накануне официального старта. Как нарастить воловой региональный продукт и увеличить в нем долю малого бизнеса? О проекте социально-экономического рывка говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. В частности, стратегия развития Краснодарского края до 2030 года предусматривает рост объема промышленной продукции в 2,5 раза и увеличение до 50% доли малого и среднего бизнеса в воловом региональном продукте. Все это должно сказаться и на ежемесячной зарплате кубанцев. К 2030 году в планах поднять ее на 80%. Стратегия, по себе, еще составлена таким способом. Она строена, что она способна и к трансформации, по большому счету. То есть, быстро отвлекаться, в том числе и на ситуацию, которая будет меняться на рынке. Это очень важно. Но вот все-таки то, что касается флагманских проектов, на самом деле, амбициозной, конечно, цель ВРП в 2 раза увеличить эти 5 триллионов. Почему бы и нет? Мы по итогам прошлого года ВРП увеличили на 2,3%, а в этом году мы планируем на 3% увеличить ВРП. То есть, понятно, мы раскочегариваем сегодня экономику, максимально пытаемся не ошибиться в приоритетах. Сегодня полки от оправданного импорта, конечно, высвобождаются. И что хотят регионы? Они хотят залезть на эти полки со своими товарами и услугами. И, конечно, мне надо же сделать все максимальное, чтобы залезть на эти полки, которые от импорта сегодня высвобождаются, а завтра уже они высвобождаются. И кто-то залезет и уже, скорее всего, не пустит. Те, кто не успел. Поэтому мне важно, почему эти приоритеты и как мне быстрее достигнуть этого. То есть, модернизировать те отрасли экономики, которые явно отстают. Вот по ряду индексов Краснодарский край относится к регионам с большим потенциалом. И уже сейчас по индексу Рюмсовского центра, который охватывает все регионы, анализирует все регионы, Краснодарский край занимает разные позиции по ключевым вопросам от первого до девятое место. Это очень высокий уровень по сравнению с другими регионами. То есть, это серьезный потенциал. И в самой стратегии ставится задача войти по всем показателям, основным, в пятерку лучших регионов. Вся экспозиция Краснодарского края была посвящена именно этой стратегии. Еще до открытия делового саммита стенд региона, кстати, самый масштабный из всех посетил губернатор. Вениамину Кондратьеву показали, какими предложениями Кубань будет привлекать инвесторов. Промышленный кластер, транспортный, сельскохозяйство, туризм и социально-креативная индустрия. Эти отрасли стали основными при выборе проектов, которые кубанские муниципалитеты привезли на форум. Всего от Краснодарского края почти 450 инвест-предложений. Уже сегодня, за день до открытия, на площадке все готово к большому разговору между бизнесом и властью. Мы привезли пять проектов. Из них два будет здесь на подписание. Три мы предлагаем потенциальным инвесторам. Значит, общая сумма составляет 746 миллионов рублей. Самый большой из них – это выращивание и переработка фруктов. Мы привезли разнонаправленные проекты. Это, прежде всего, наша традиционная оздоровительно-рекреационная часть. Данный проект расположен не на Черном море, не на Азовском, а на Таманском заливе. Перед официальным стартом проекты, которые презентуют районы, принимает Вениамин Кондратьев. Глава региона подходит к каждому стенду. Их на этот раз разделили не как обычно по алфавиту, а по экономическим зонам. Всего их получилось семь. В зависимости от географического положения и инвестиционного потенциала. Например, Кореновский район находится в центральной зоне, в ней упор делают на проекты в сфере сельского хозяйства. Привлечь инвестора местные власти решили проектом по выращиванию грибов. До начала данных проектов, вот именно по русскому грибу, 85% шампиньонов завозилось и за пределы Польши, Германии и так далее. Рынок колоссальный. Наверное. То есть, что сегодня делает наш агропромышленный бизнес, он реагирует на спрос. Да? Да. На потребность. И это абсолютно правильный подход и подход глав муниципальных образований. То есть, готовить те инвестор-предложения, которые максимально отвечают сегодняшнему спросу на рынке. Да. И тогда, конечно, проще будет находить инвестора. Если они не с неба эти инвестор-предложения, а продиктованные рынком, спросом на рынки, дефицитом на рынке, в том числе продукции или услуг, как коллеги некоторые предлагают, тогда это будут очень результативные проекты, конечно, доведенные до результата. И они очень быстро, я уверен, найдут своего инвестора. Ставку на агропромышленный комплекс решили сделать и в Каневском районе. На инвестиционный форум муниципалитет привез проекты по сельхозпереработке. А одним из основных предложений стало строительство большого тепличного комплекса. Сейчас вот площадку, по натуре, полностью инфраструктура вся есть. Где-то 874 миллиона, 10 гектар площадь. Это хороший, современный, который будет 7 тысяч тонн овощей вырабатывать. Сегодня, понятно, у нас определенные странные конкуренты. Вы снова идете на тепличные комплексы по выращиванию овощей, не боясь уже этой конкуренции. Значит, вы уже уверены в себе, и наш агропромышленный комплекс уверен в себе и не боится конкуренции. Это очень важно. А значит, мы можем смело и уверенно смотреть в завтрашний день в нашем агропромышленном развитии. Строите, коллеги, строите и не бойтесь. И ту нишу, которую мы уже на полке заняли, поверьте, Кубань никому не отдаст. Чтобы впоследствии не было вопросов со сбытом выращенных овощей и фруктов, муниципалитеты отдельно подготовили инвест-предложения по строительству логистических центров и перерабатывающих предприятий. Как неоднократно заявлял губернатор, это должно быть одним из самых основных направлений. Логистические центры нам нужны. Но главное, чтобы они были заполнены нашей кубанской продукцией. Наша должна быть переработка. Поэтому мне очень важно понимать, что мы строим. Перевалочные базы или настоящие логические центры, в которых будет находиться продукция, которая выращена, произведена в Краснодарском крае. Центральное место в экспозиции края занимает, конечно же, столица Кубани. Краснодар представляет семь проектов. В приоритете социальные инвест-предложения. Отдельно развитие инфраструктуры города. Например, чтобы облегчить ситуацию на дорогах в городе, могут построить канатное метро. Мы сегодня говорим о пяти направлениях. То есть самые загруженные направления. Это у нас микрорайон, который включает в себя стадион Галецкого. Дальше земельный участок именно в московском микрорайоне у нас, в Восточном Кругликовске. Это у нас Красная площадь. Красиво заявили, красиво показали. Берем время полгода, чтобы все взвесить. И тогда горожанам, глядя в глаза, сказать, или мы начинаем, или не начинаем. А если уже скажем, что начинаем, тогда назвать сроки, когда начнем и когда закончим. И когда в городе появится канатная метро. Показывает Краснодар в этом году и проекты в сфере жилищного строительства. Например, есть планы по постройке жилого комплекса «Родные просторы» в районе поселка Знаменского. Заодно с домами там возведут школу, детские сады, поликлинику, а также создадут места для отдыха. Как отметил мэр Евгений Первышев, все подобные проекты столицы края будут реализованы с точностью до мельчайших деталей. Сегодня мы настолько уже встречали требования, что любая концепция, которая принимается, она в дальнейшем не подлежит никакой корректировке. Это как раз позволяет комплексное развитие территории, закрепить в проекте межевания, в проекте планировки и утвердить вплоть до мельчайших подробностей. Ближайшим к Краснодару муниципалитетам приходится продумывать логистику в соответствии с ростом краевого центра. Горячий ключ. Северский и Дзинский районы напрямую зависят от дальнейшего развития главного города Кубани. Так как мы ближе всех к городу Краснодару, их стратегия развития 2030 предполагает следующее, что это непосредственно логистические центры. То есть мы первые из города, когда будут выходить промпредприятия и склады, мы должны первые, кто предоставит эти места. Сейчас мы с мэром Краснодара говорили о том, что потенциально красота должен быть круглым. И двигаться он начнет, чтобы стать круглым, иметь эту форму. Но оно Дзинской. Вот Дзинская сегодня должна синтезироваться глава района с мэром Краснодара для того, чтобы понимать, где развитие Краснодара в приоритете. Чтобы не получилось так, что они сейчас промзоны понабелывают, а потом эти промзоны в ближайшее время, а это может быть лет через 10, а может быть через 5, уже будем выносить, понятно, в какую сторону. Поэтому здесь нужно взять на особый контроль, чтобы своим промышленным потенциалом Дзинской район не убил будущее Краснодара. Все проекты края уже завтра будут оценивать бизнесмены. Российскому экономическому форуму дадут официальный старт и начнется основная деловая программа. Чтобы привлечь инвесторов, у регионов есть всего два дня. Отмечу, что Краснодарская выставка была выделена из общей экспозиции региона. Площадь столицы Кубани на форуме в Сочи 45 квадратных метров. Делегацию нашего города на форуме возглавил мэр Евгений Первышев. Надо отметить, что Краснодар вступил в битву за инвестора с особым энтузиазмом. Так чем же была готова удивлять кубанская столица, расскажет Яна Бузычкина. Она оценила Краснодарскую экспозицию. Это современный вид Краснодарской триумфальной арки. В этом году на инвестиционном форуме она будто портал в будущее, переносит сразу на дюжину лет вперед. Главная тема выставочной экспозиции 2018 года – стратегия развития всей Кубани до 2030-го. Как и в прошлые годы, экспозиция Краснодара уделяет компьютерными технологиями стенда, оборудованы плазменными панелями, где содержится вся информация о городе и приоритетных инвест-проектов. А надев очки виртуальной реальности, здесь, прямо из Сочи, можно оказаться в Краснодаре и даже увидеть его будущее. Вот, например, сейчас я вижу проект канатного метро. Канатное метро – один из семи проектов, которые представил на форуме наш город. Краснодар привез весомый портфель инвестиционных разработок. От строительства промышленного парка «Старокурсунский» до строительства спортивных комплексов. С экспозицией и предложениями ознакомился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главное, чтобы реализация не отличалась от описанных в презентациях и макетах планов, отметил глава региона. Инвест-проекты охватывают ключевые сферы экономики Краснодара. Это, конечно же, промышленность развития данного кластера. Это, конечно же, строительство. Это у нас социальная сфера и направленность, физкультура. И, конечно же, о чем я сегодня докладывал губернатору, это развитие наших зеленых зон. То есть создание комфорта для проживания наших горожан. Мы постарались представить достаточно все проекты жизни города, все то, что волнует горожан. Общая сумма инвестиций краснодарских проектов – более 30 миллиардов рублей. Также на площадке российского инвестиционного форума краснодарская делегация планирует подписать с потенциальными инвесторами 10 соглашений о намерениях. Основная деловая программа и официальное открытие форума будут уже завтра. Два дня инвесторы будут оценивать проекты, представленные здесь, чтобы выбрать наиболее перспективные. А Краснодар рассчитывает, что виртуальные модели к 2030 году будут воплощены в реальность. В этом году более 40 регионов представили свои экспозиции. Один из ярких проектов краснодарской делегации – канатное метро. В первый день форума экспозиции обошел Дмитрий Медведев. Он познакомился с проектами, которые привезли со всей России. Премьер-министр долго не уходил из павильона Краснодарского края. Что его так заинтересовало в предложениях, которые продемонстрировал наш регион? И насколько удачным оказался первый день саммита для Кубани – об этом в следующем материале. На инвестиционном форуме в Сочи регионы соревнуются не только в том, кто из них заключил больше соглашений, но и в том, около чьего стенда дольше всего задержался председатель правительства. Ведь интерес главы Кабмина – отличная реклама для привезенных проектов. Предложения Краснодарского края оказались настолько обсуждаемы, что Дмитрий Медведев заинтересовался ими еще до своего приезда на форум. Проект, который представляет столица Кубани, уже назвали одним из самых дерзких и необычных. В Краснодаре ищут инвестора для строительства воздушного метро. По сути, канатной дороги прямо в городе для перевозки пассажиров. Я уже не читал, это канатная дорога, место метро. А сколько вы хотите станции сделать? 30 километров у нас, как сообщается. На 32 километра дорога. Все маломания общественного транспорта вместо личного, чтобы снизить отгрузку на дорогу сеть, прекратить количество автомобилей, ежедневно находящихся на улицах города. Канатная метро уже в первые годы с вами. Для Краснодара, который стоит в пробках, это действительно выход. В год канатная метро сможет перевозить почти 35 миллионов человек, обещают разработчики. А средняя цена билета за поездку составит 40 рублей. Но любые проекты бессмысленны, пока они не начнут приносить пользу людям. Например, так, как соглашение, подписанное сегодня губернатором края и руководством Абинского электрометаллургического завода. Там появится 400 новых рабочих мест. Министру промышленности Денису Мантурову Вениамин Кондратьев рассказывает, в следующем году запустят цех по производству метизных изделий. Там будут выпускать до 200 тысяч тонн проволоки и арматуры. Но промышленность всего лишь одно из приоритетных направлений в развитии региона. В последние годы большое внимание уделяют инвестициям в человеческий капитал. Безусловно, молодежь нужно вкладывать, но в первую очередь нужно вкладывать в комфортную среду жизни этой самой молодежи. В условия, в которых они будут развиваться. И без этих вложений мы никак не достигнем реализации этих инвестиций в саму молодежь как в человека. Потому что, конечно, человек – наше главное богатство. И это основная идея, которая заложена в стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Сегодня ее официально представили в рамках форума в Сочи. Краснодарский край – это очень сильный край, традиционно сильный край. Это один из лидеров среди регионов по развитию человеческого капитала. Очень важно, что всегда политика, которая реализуется в регионе, она учитывает специфику региона. Мы постоянно обсуждаем школы, школы для станиц, школы, система летнего отдыха, в том числе летний отдых для ребят, которые проживают в сельской местности, но которым нужно обучаться. Сейчас, например, речь идет о том, чтобы была организована школа «Сириус» для детей Краснодарского края. Это очень хорошая программа и очень хорошее начинание. Вернемся к сердцу кубанской экспозиции на форуме в Сочи – стенду Краснодара. Как мы уже и говорили, один из ярких проектов нашей делегации – канатное метро. Оно заинтересовало первые лица государства и вообще вызвало бурный интерес. Подробнее о том, чем еще запомнился Краснодар в первый день инвестиционного форума, расскажет Яна Бузычкина. Российский инвестиционный форум в этом году собрал более 4,5 тысяч участников, более тысячи масштабных проектов. От генерации альтернативной энергетики до строительства промышленного парка. У стенда Краснодара сегодня интересовались разными инвестпроектами. Больше всего проектом канатного метро. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда подошел к стенду Краснодара, сразу сказал, что про проект уже читал и знает. Создание канатного метро в Краснодаре он оценил положительно. Дальше и канатная дорога, место метро. Населенные районы города. Зонами ментального расположения рабочих мест, ночевных целей, и других мест, массового опасностей. Деализация проекта может переориентировать население на использование. Там возможно, смотри, канатная метро сделала в нецелу. На разных рассподарах мы не должны быть. Да, 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 я имею в виду. Для всех мест это вполне важно. 22 километра дорога, за последние 7 метров численность населения Краснодара увеличилась почти на 80%. В сочетании со сприньбинным вкладом, новые маршруты позволят кратчайшими путями соединить наиболее населенные районы города. В зонами плотного расположения рабочих мест, учетных заведений и других мест, массового опасностей. Реализация проекта может переориентировать население на использование общественного транспорта вместо личного, чтобы осмотреть снизить нагрузку на дорогу и сеть, и сократить количество автомобилей, ежедневно находящихся на улицах города. Глава города Евгений Первушев о проектах столицы Кубани рассказал вице-премьеру Ольге Голодец, министру связи и массовых коммуникаций Алексею Никифорову и министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Тем более, что Краснодар проработал предложения по самым разным направлениям. Первый день форма – начало деловой программы. В рабочей зоне Краснодара уже подписаны первые соглашения. Строительство социальных объектов в приоритете. В городе появится новый детский сад на 250 мест по улице Евгении Жигуленко. Это часть проекта строительства жилья. И там же благоустройство бульвара, чтобы все и сразу в комплексе. Построят в Краснодаре новый микрорайон – родные просторы. Соглашение на этот объект подписали в рабочей зоне Краснодарского края. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко и глава города Евгений Первошов. Это будет город в городе. Комплексная застройка, микрорайон, состоящий из 36 жилых домов разного типа. От 9 до 14 этажей. Но самое главное в проекте – не дома, а социальные объекты. Три детских сада, большая школа и поликлиника, которые возводить начнут параллельно с домами. Значимое партнерство достигли в сфере развития транспортной инфраструктуры. Краснодар и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Железная дорога от витамин-комбината до ветки Тихорецкого направления модернизируют. Реализация этого проекта позволит, первое, это разгрузить транспортные нагрузки в городе в центральной части. То есть очень эффективное решение для расшивки транспортной нагрузки. Переговоров и встреч было действительно много. Подводя итоги дня, глава Краснодара Евгений Первышев положительно оценил первый день работы краснодарской делегации на инвестиционном форуме. Этот форум мне нравится больше, чем прошлогодний. Он интереснее. Здесь действительно уже мы видим перспективы по привлечению реальных уже инвестиций. То есть это реальный вклад в экономику нашего города. Это развитие его, безусловно, потенциала. Еще раз повторюсь, это живой интерес со стороны руководства нашей страны. Соглашение, круглые столы, дискуссионные площадки. Российский инвестиционный форум продолжит свою работу и завтра. А это значит новые встречи, переговоры и новые проекты, которые будут воплощены в жизнь. Второй день форума был не менее результативным для краснодарской делегации. В Кубанской столице появится аэровокзальный комплекс. Трехсторонний протокол о намерениях по развитию городского аэропорта подписали вице-губернатор Анатолий Вороновский, глава Краснодара Евгений Первышев и генеральный директор компании «Базл Аэро» Леонид Сергеев. Проект масштабный. В течение четырех лет в городе возведут новый пассажирский терминал. Там планируют построить и привокзальную площадь, железнодорожные пути, грузовой и ВИП-терминалы. К современному аэропорту планируется построить и новые дороги. Компанией «Базл Аэро» будет вложено около 11 миллиардов рублей. Мы понимаем, что Краснодар – современный город с количеством жителей уже больше одного миллиона. Конечно, вопрос по строительству нового аэровокзального комплекса в городе Краснодаре давно назрел. Более того, скажу, что мы этим вопросом очень активно занимаемся в последнее время. Занимались переводом земли, внесением изменений в генеральный план, что позволит этой компании начать реализацию проекта по строительству нового аэровокзального комплекса. Мы очень рады, что нам удалось достичь соглашения, которое устраивает как администрацию Краснодарского края, город Краснодар и непосредственно наших акционеров. Поэтому сегодня очень знаменательный день, когда нам подписали протокол, который открывает практически новую веху и начинает тот самый процесс по развитию нового аэропорта Краснодара. Еще один из крупных инвестпроектов – создание индустриального парка Старокорсунский. Соглашение о возведении площадки также подписали Евгений Первышев и директор по развитию парка Никита Багдасарян. На площади 250 гектаров планируется разместить торгово-выставочный центр, овощехранилища, объекты торговли, логистические и распределительные центры. На сегодняшний день мы решили все земельные вопросы. Уже в стадии проработки есть ряд инвесторов, готовых участвовать в этом проекте. Нам сейчас надо подготовить техническую документацию. Форум подошел к концу, итоги подводить пока еще рано, но уже ясно одно – для Краснодара он был более чем удачен. На этом все. С вами была программа «Бизнес-курс» и я, ее ведущий Алексей Коваленко. Мы предоставляем деловую информацию из первых рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин